Всем доброго утра и хорошего дня! А с нами он точно будет таким! Ведь это Хрюшев! А это значит, что сейчас вы получите большой заряд пользы, витаминов и хорошего настроения! Потому что в нашей студии мы всегда готовим весело и со всякими выдумками, а иногда даже устраиваем разные кулинарные игры. И сегодня Хрюша очень хотел вспомнить одну из них. Да, она называется «День рождения». Самое главное правило – надо испечь торт большой и лучше всего шоколадный. И всё? Дальше надо поставить свечки, загадать желание и скорее съесть этот торт. И всё? Ну, можно ещё понарошку подарить подарок или испечь песенку, но самое главное – это испечь торт. Я бы назвала эту игру немножко по-другому. Хитрый ход. Ну, хорошо, давай сделаем, как ты хочешь, только мы ничего печь не будем. Спокойно! Мы приготовим вкусный, нежный шоколадный торт, но без использования в духовке. Ох, не пугай меня так больше, пожалуйста. Я ведь тоже такой нежный поросёночек-то. Хорошо, извини, не буду. А вам известно, что шоколад раньше не ели, а пили. За тысячу лет до нашей эры на территории, где сейчас располагаются Мексика, Гватемала и Гондурас, жили древние племена альмеки. Они первыми приготовили отвар из бобовых плодов дерева какао. Напиток имел приятный запах и слегка горьковатый вкус. Это и был первый шоколад. Вскоре рецепт альмеков перешёл к другому известному племени майя. Они изменили рецепт, добавив в горьковатый какао воду и кукурузный отвар. Из-за наличия в кукурузе крахмала и сахара шоколадный напиток становился немного густым и сладким. Шоколад же в современном его виде появился в 1828 году в Европе. Для приготовления лёгкого шоколадного торта нам понадобятся сливочный сыр, сливки для взбивания, молоко, творог, ванильный сахар, тёмный шоколад, бисквитное печенье, желатин, вода, ягоды и сахарная пудра для украшения. Ого! Сколько всякой вкуснятины! Воловничек, давай сюда всё скорее! В рецепте несколько этапов. Первый нам нужно приготовить основу из печенья, шоколада, творога и сливочного сыра. Для этого мы измельчим печенье в блендере, а шоколад растопим в микроволновой печи. Затем смешаем все эти ингредиенты. А сливки? Сливки нужно будет хорошо взбить, но это мы сделаем только третьим этапом. После того, как замочим желатин и смешаем его с тёплым молоком. Ого! А для чего? Ну, чтобы впоследствии шоколадная масса хорошо застыла. Кстати, 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 да, можно залить желатин уже сейчас. Ну, вроде бы всё понятно. А вам, ребята? Если вы что-то не поняли, то не переживайте, потому что мы обязательно всё для вас повторим ещё раз. Желатин – это бесцветный порошок без запаха и вкуса, который в кулинарии применяют в качестве загустителя. Без желатина невозможно приготовить желе, мармелад, пудинги, йогурты, некоторые виды мороженого. А также желатин необходим для рыбных и мясных консервов, заливного и холодца. И последний этап – смешиваем шоколадно-желатиновую массу со взбитыми сливками. Будьте аккуратнее! Я очень стараюсь. Ты же видишь наш любимый красивый венчик. Сейчас мы вмешаем сливки. Так. А теперь аккуратно переливаем в форму. И наш торт будет почти готов. А почему почти? Потому что сначала он должен застыть в холодильнике, иначе мы не сможем его нарезать. Ну, можно и так ложками поесть, как десерт. Ну, я шучу, шучу, конечно же. Очень, очень будем ждать наш тортик. Сначала приготовьте основу для торта. Для этого с помощью блендера смешайте печенье, ванильный сахар, творог и сливочный сыр. Затем добавьте растопленный в микроволновке шоколад. Далее замочите желатин и разведите его с тёплым молоком. После этого взбейте сливки миксером до образования густой пены. И последний этап. Смешайте шоколадно-желатиновую массу со взбитыми сливками. Перелейте всё в форму и поставьте торт в холодильник, чтобы он застыл. Ой, Инна! Это торт просто любовь с первого взгляда. Шоколадная. Из первой ложки. Я уверена, что этот рецепт станет у многих наших зрителей одним из самых любимых. И нашим с тобой тоже. Главное не стесняться и пробовать свои кулинарные силы. Но обязательно вместе со взрослыми. Так надёжнее. Всем пока-пока. Увидимся в следующем вкусном выпуске. Угу. Продолжение следует...